Уважаемые налогоплательщики и коллеги по цеху, сегодня мы рассмотрим крайне интригующий и весьма значимый аспект налоговой оптимизации, связанный с такой, казалось бы, обыденной вещью, как посуда. Ах, как же многое скрывается за этим скромным словом в контексте налогового законодательства. Давайте разложим все по полочкам. Согласно статье 163 и 216.3 Трудового кодекса, а также письму Минфина от 2 октября 2015 года, расходы на покупку посуды можно смело занести в графу прочих расходов. Однако не стоит забывать о кардинальном условии, посуда должна быть призвана обеспечить нормальные условия труда. А это значит, что каждая тарелка, каждая чашка должна быть на своем месте и выполнять свою функцию, а не просто украшать офисный интерьер. Теперь перейдем к ситуации, когда налоговая не одобряет наши кулинарные амбиции. Если вдруг выяснится, что приобретенная посуда не используется по назначению, то есть не находится по месту работы, то вот тут уже начинаются проблемы. Например, если сотрудники за счет компании приобретают не только посуду, но и кухонную технику, игрушки, медикаменты и прочие непрофильные товары, не удивляйтесь. Если налоговая служба и суды посмотрят на это скептически, как это случилось в постановлении арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 декабря 2023 года. Подводя итог, дорогие друзья, помните, каждая вилка, каждый нож в вашем офисе должны быть не только исполнителями своих прямых функций, но и тихими защитниками вашей налоговой оптимизации. И помните, как всегда, под этим видео вы найдете ссылки на все нормативные документы, о которых шла речь. Не забывайте подписаться на наш новостной телеграм-канал «Налоговая балалайка» за порции свежих и актуальных налоговых новостей и занимательных историй из мира финансов. До новых встреч в эфире!